МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа от Пригожина. Люди в РФ. Расходный материал. Сапёром пойдёт, если ещё одна мина взорвётся, значит, железку оторвёт, новую приварит. Детали прилёта в Макеевке продолжают скрывать от россиян. Раненые эвакуировались в медицинские учреждения. И почему оккупанты не могут взять Бахмут? Боеприпасы, два десерта, не хватает. Всем привет, с вами Карина Клышун, и это проект в тренде. Сегодня я буду злой ведущей, которая расскажет вам о том, что же происходит с Запоребриком. И, возможно, откроет россиянам глаза на происходящее. Что ж, начинаем. Ситуация с ликвидацией базы мобилизованных в оккупированной россиянами Макеевке начинает набирать оборотов. В Минобороны России, конечно же, не признают сотни погибших. Там заявили, что демобилизовалось всего 89 оккупантов, когда все военкоры и каналы трубят об обратном. Раненые эвакуировались в медицинские учреждения. К сожалению, в ходе разбора завалов, железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. О 270 пропавших без вести там, конечно же, забыли, включая останки 196 тел. Но далее уже просто смешно. Дабы оправдать себя, в Минобороны решили, что главная причина, почему туда прилетела, они сами виноваты. В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной происшедшего стало включение и массовое использование вопреки запрета личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Да, массовое пользование телефонами. Получается, сами себя убили. Вот так в Министерстве обороны России работает пропаганда. По телевизору расскажут так, как им нужно, а зомбированные россияне так и будут продолжать всему верить. Как вот, например, эта бабушка. Вы смотрите вообще телевидение? Или вы только смотрите Ютуб, где пропаганда одна? А на телевизоре нет пропаганды? Нету. Почему? Нету. Молодежь, давайте занимайтесь делом, а не хер... собирайтесь. Спасибо. Анализ и попытки объяснить, почему же нет пропаганды в телевизоре, чуть не довели бабушку до инсульта. А давайте посмотрим, чему же верит бабушка. Вот, к примеру, спич Соловьева о том, что жизнь слишком переоценена. И вообще, все же россияне в рай попадут. Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что не избег? Нет, они не боятся, поэтому они там и находятся. Мы же в рай попадем. То есть, поэтому смерть – это кончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого, а исходя из этого, чтобы это влияло на принимаемые тобой решения... Анализируя то, что сказал Соловей, можно понять, что принимать любые решения надо, не боявшись умереть. Казалось бы, философские раздумья. Но без фронта тут никуда. Ну, это так и должно быть. Но на фронте, что интересно, ну, я не могу говорить за всех. Я, конечно, вижу только определенное количество людей. Там настолько четкое понимание, за что они воюют, почему они воюют. И, конечно, это такой реально подъем духа. Но это видно. Не знаю, что он принимает, но пока что на фронте не нашлось ни одного мобика, который бы реально рассказал, для чего он воюет. Вот, к примеру, видео одного российского пленного. Дабы вы поняли, о чем я. Обучать такому ничего не обучали. Все говорили, что сейчас 2-3 дня, 2-3 дня, и вы поедете домой. Ну, я осознавал, что это все неправда, и все, что меня отправят. И там вряд ли все хорошо. Я убегал с 9-го полка. Вот, пять раз меня находили и возвращали обратно. Многие отказывались, тоже поубегали, но их заставляли. Их в темную заставляли выходить, выезжать. Их вывозили на позиции, хотели они этого или не хотели. Получается, только в фантазиях Соловьева на фронте все россияне – отважные патриоты. Но смерть в РФ, похоже, реально не имеет никакого значения. Ведь там уже прям требуют отправлять всех на убой. Организация «Солдатские вдовы России за мобилизацию». Такое заявление они опубликовали в своем телеграмме. Там они просят Путина объявить большую мобилизацию и повторить сталинский приказ ни шагу назад. Мы просим нашего президента Владимира Владимировича Путина разрешить армии России провести масштабную мобилизацию, которая будет соответствовать той ситуации, которая сложилась на наших границах. Что могут наши мужчины, сидя у себя дома, без умелого командования, снабжения и обмундирования? Все логично. У них мужья погибли, так пусть погибают и чужие мужья. Так и численность организации вырастет. Больше 100 тысяч умерших российских военных и пожизненные инвалиды, похоже, их не останавливают. Интересно, у них там кислород заканчивается? Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях, а также обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на канал, если вы этого вдруг еще не сделали. А мы продолжаем. Программа «Люди для РФ. Расходный материал» продолжается. Пригожин решил утешить своих солдат, рассказав, что даже без руки или ноги они все равно без работы не останутся. Им обязательно найдется применение на фронте. То, что они остались без ног, без рук, без зрения, это не значит, что надо нарушать закон, надо ехать домой, будет честно жить или оставаться здесь хоть до конца дней своих. Те, кто может вернуться к нам, вернуться к нам, будут на различных должностях, которые не требуют ноги. Сапером пойдет, если еще одна мина взорвется, значит, железку оторвет, новую приварит. Заключенные, судя по смеху, даже порадовались этой новости. Ведь приварят же обратно и медальку дадут. А там еще и свобода вместо тюрьмы, прямо джекпот. Такова она, российская реальность. Ведь преступники, которые всю жизнь нарушали закон, теперь одноногие, однорукие или даже одноглазые, но с медальками. И все так же продолжают нарушать закон. Но концерт кремлевского повара на этом не заканчивается. Несмотря на то, что даже инвалидов он все равно заставляет идти воевать, он жалуется, что Бахмут вагнеровцы все же не могут взять. Артемовск – это крепость в каждом доме. Поэтому за каждый дом, ребята, бодаются. Иногда не один день, иногда неделями за один дом. Один дом взяли, второй дом взяли, третий дом взяли. Что такое прорвать оборону? Они вам скажут, что такое прорвать оборону. Оборону прорвать – это сегодня с утра один дом взял, прорвал оборону. А за этим домом еще новая оборона, правильно? И ни одна оборона. И таких линий обороны сколько в Артемовске рубежей обороны? Ну, если сказать 500, наверное, не ошибемся, да? На каждые 10 метров рубеж обороны. Боюсь его огорчить, но взять они могут разве что сварку и варить новые ноги. Ведь ВСУ, в отличие от этих террористов, знают, почему они на войне и ради кого они воюют. Бойцы же начинают жаловаться, что у них уже не хватает не только рук, но и ног, и техники. Не хватает техники, БМП-3 и снарядов сотки не хватает, чтобы нам быстрее, увереннее двигаться по Артемовскому. И припасов. Да, и припасов, и припасов, и техники не хватает. Здравого ума тоже не хватает. Но, как заявляют в Институте изучения войны, таким образом Пригожин готовит информационное поле для того, чтобы обвинить во всем Минобороны РФ и отвести от себя ответственность за провальное наступление. Испугался, наверное. Но они прямо уверены, что закон нарушают все, кроме России. Вот Рогозин даже осмелился гневное письмо отправить послу Франции, а извлеченный из своего зада осколок самому Макрону. В письме он пригрозил, что никто не избежит ответственности за военные преступления. Правда, с его слов, эти преступления на руках Франции, США, Великобритании и других стран НАТО на Донбассе. Дно в РФ пробивается с невероятной точностью, как и пятая точка Рогозина. Кстати, несмотря на провалы на фронте и нехватку целых людей в составе вооруженных сил РФ, статистика уничтоженных вооружения и техники просто поражает. Вот первая картинка. На ней россияне расписали, сколько же они уничтожили Хаймарса в Украине. Попрошу заметить, 200-я армия России сделала невозможное. Уничтожила 27 из 20. А вот вторая, с официального канала Министерства обороны. Тут они уничтожили невероятное количество всего, что имеет ВСУ. Кстати, судя по ней, Россия таки признала, что вторая армия мира украинская. А для тех, кто не понял, в Украине такого количества вооружения и близко не было. Ну а для простого народа, которые так яро смотрят телевизор, пытаются разбавить всю эту военную суету вот такими сравнениями. В прошлой неделе я вам обещал рассказать исключительно в цифрах и фактах о том, какая суточная потребительская корзина у российского гражданина. Ее параметры, напомню, определяет кабинет министров. Как и, например, у отдельных животных московского зоопарка. Итак, в московском зоопарке, это официальные данные, стоимость суточного рациона ежика – 84 рубля. Ослика – 87 рублей. Суточная потребительская корзина гражданина России, согласно постановлению правительства России, 86 рублей. Так что уже не ежик, но еще не ослик. Ну, зато чуть лучше ежиков. Но все же ослики дороже питаются обычных граждан. Прекрасное сравнение, как по мне. И есть же патриоты, которые прям рады такому исходу. Вот один из них прямо на улице призывает всех поддерживать и дальше идиотизм Путина. Благо, остаются и адекватные. Вот они и встретились – зет-патриот и адекватные россиянии. Жаль, что эта табличка у патриота не осталась на голове. Кстати, на голубом огоньке также не обошлось без кринжа. Там престарелый Петросян начал юморить в стиле Петросяна. В уходящем году Запад пытался развалить Россию. Даже не подумав о том, что в строении мира Россия – это несущая конструкция. Да, господа. Так что нравится, не нравится. Россия расширяется. Да, такая же несущая, как и конструкция в Макеевке. Но наши военные могут ответить поярче. Нравится, не нравится – с задачей «Хаймерс» справится. В соцсетях ВСУ обратились к военным России. Дабы остаться в живых, лучше сдать координаты мест, где сосредоточена техника и боеприпасы, чтобы и дальше не было прилетов по расположениям военных. Я уничтожу только танки, порту, снаряды. Меня зовут капитан «Хаймерс». Я твой шанс вернуться домой живым. Дай мне координаты места, где сосредоточена бронированная техника. Находятся штабы, боеприпасы. И я не буду бить по располагам. Я уничтожу только танки, порту, снаряды и топливо. Тогда никто не пошлет тебя в атаку на убой. Там ты сохранишь свою жизнь и жизнь своих друзей. Иначе такая несокрушимость России может вскоре посыпаться. Украинские защитники это могут сделать красиво по-новогоднему.